Циклы позволяют повторять выполнение любого набора операторов. В частности, также можно выполнять и другой цикл. Такие циклы называются вложенными. Разберем задачу. Нам нужно напечатать на экран следующую таблицу. Как видим, наша таблица состоит из трех строк и шести столбцов. Каждое число равно пяти. Итак, давайте попытаемся сначала напечатать одну строку. Чтобы напечатать одну строку, в котором есть шесть пятерок, можно воспользоваться циклом for, так как мы знаем, сколько раз что надо делать. Итак, у нас цикл выполняется от одного до шести. Значит, количество итераций равно шесть. И выводим число пять и пробел. То есть, на первой итерации мы выведем пять пробел. На второй пять пробел. На третий пять пробел. И так шесть раз. В итоге у нас выведется на одной строке. Так как у нас консоль write без line. У нас выведется шесть пятерок на одной строке. Но заметим, что таких строк нам нужно вывести три раза. Давайте обернем блок программы, который вводит одну строку, в цикл, который выполняется три раза. Итак, оборачиваем. То есть, данный блок у нас вводит одну строку, в котором есть шесть пятерок. Мы его оборачиваем циклом, который выполняется три раза. Заметим, переменные цикла k принимают значение от одного до трех. То есть, количество итераций равно трем. Но заметим еще одну вещь. В конце цикла у нас выполняется следующая строка. Console.WriteLine. Данная команда просто переводит курсор на следующую строку. То есть, когда мы выведем шесть пятерок, нам нужно сдвинуть курсор на новую строку. И снова вывести шесть пятерок. Опять сдвинуть и снова вывести. Таким образом, данная программа выводит таблицу три на шесть, в котором каждое число равно пяти.